Обеспечить технологические суверенитеты, цифровую безопасность. В Челябинске открылся Всероссийский форум «Информационное общество». Какие разработки привезли айтишники из других регионов и чем удивляли южноуральские разработчики? Подробности у моих коллег. Челябинск сегодня стал айти-столицей России. На форум «Информационное общество цифровое развитие регионов» собрались эксперты и специалисты со всей страны. А крупнейшие компании представили свои разработки и решения для систем кибербезопасности, умного города и эко-мониторинга, а также поделились опытом запуска цифровых решений на практике. Безусловно, сейчас сложно представить без цифры такой отрасли, как ЖКХ, транспорт, здравоохранение, образование. Фактически можно перечислять все отрасли и там, где цифра идет в ногу со временем, эти отрасли получают дополнительные возможности, дополнительную эффективность. На площадке форума свои стенды представили и разработчики из Челябинской области. На Южном Урале активно создаются программные комплексы, которые могут полностью заменить продукты западных айти-гигантов. При этом челябинские разработки позволяют быстро и безопасно работать с отечественными информационными системами. Региональные продукты, кстати, успешно внедряются, например, в сфере медицины. Здесь реализованы все полноценные механизмы централизованного управления, как средствами защиты информации, так и непосредственно самим компьютером, групповыми политиками, для того, чтобы обеспечить именно управляемость, масштабируемость архитектуры. Если мы говорим про какие-то большие организации, большие инфраструктуры, где более 50-100 компьютеров. В программе конференции множество круглых столов и дискуссионных площадок. Обсуждали цифровизацию в металлургической отрасли, меры поддержки отечественных айти-компаний. Поднимали и острые проблемы. Например, сейчас программное обеспечение промышленных станков в значительной части зарубежное. Уровень станков каких-то западных и так далее. Есть программное обеспечение, которое пока сложно заместить, но и в этом направлении у нас есть очень интересные стартапы, которые позволяют даже на чужих микроконтроллерах реализовать собственное программное обеспечение. Я могу сказать, более 60% программных продуктов не являются сейчас сильно большой проблемой, то есть можно легко найти отечественный аналог. Кроме того, на торжественной церемонии открытия форума наградили лучшие айти-фирмы региона. Также подвели итоги конкурса среди студенческих команд. На Южном Урале традиционно сильная школа программирования. Хорошие перспективы развития цифровых технологий в Челябинской области подчеркнул губернатор Алексей Текслер. У нас в области есть сильные команды разработчиков. Они могут закрыть потребность в цифровых решениях, как внутри региона, так и за его пределами в рейтинге по совокупному объему разработки программного обеспечения. Мы сегодня на 10-11 позиции. Динамика положительная. Я ставлю задачу войти в пятерку. На форум по цифровому развитию приехали больше тысячи участников из 24 регионов России. Конференция продолжится в пятницу. Завтра пройдут обсуждения по внедрению айти-разработок в сферу здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ, а также откроются цифровые мастерские для школьников и студентов. Иван Абросимов, Андрей Грещук, 31 канал.